Так, всем доброе утро! Всем ботертов! Доброе утро! Бонжур! Хеллоу! Как меня слышно, как видно? Продолжаем проводить роти-торес с Одессы. Одесса, родной город Якова Шатанина. Значит, и... Сегодня я подумал, решил я вернуться к Пертеавод. Просто я пропущу ту мешну, которая про расплату. Оставлю ее после праздника. А сегодня мы пойдем просто... Следующая мешна по порядку, потому что очень хочется изучать что-то конкретное. То есть я очень люблю конкретику. Должно быть конкретно что-то, что понятно, выводы. Выучил, понял, применил. Вот сегодня у нас будет мешна очень конкретная. Очень конкретная, полезная, применимая в жизни. Это мы продолжаем пятую главу. Продолжаем изучать пятую главу. И, значит, сегодня будет мешна, которая вот именно касается каждого из нас в повседневной жизни. И это такой глобальный подход к жизни. Вы знаете, есть у человека... Вся его жизнь это следствие его убеждений, его подходов, его мыслей. То есть каждый из нас живет в каких-то своих вот намерениях, убеждениях, ценностях. Как правильно жить, что я буду делать, что не буду делать. И человек все время живет в этих своих убеждениях, намерениях, мыслях. И получает плоды, получает свою жизнь. Это следствие мышления. Жизнь каждого из нас, это следствие мышления каждого из нас. Все. Теперь в этом мышлении есть очень... А, и мы изучаем перте, вот, поучение отцов. Мы изучаем специально Тору. Нам Бог сообщает, какие побуждения человека приводят к каким результатам. И Бог объяснил, это добро, это зло. И если ты действуешь так, получается так. Если ты действуешь по-другому, получается по-другому. И когда ты знаешь Тору, то есть ты изучаешь Тору, и ты начинаешь думать мыслями Бога, то ты соединяешься с Богом. Все как бы понятно. Понятно, да? Теперь сегодняшняя Мишна говорит, что есть четыре качества у людей. Четыре качества у людей. Значит, арба медот, бебне адам. Четыре качества у людей. Значит, первое качество, то есть это некие подходы, назовем это подходы. Значит, первый подход называется так. Шели-шели, шелха-шелха. Мое-мое, твое-твое. Значит, такой подход называет Мишна, это качество средних. Это среднее качество. Ни хорошо, ни плохо. То есть это среднее. И есть, которые говорят, что это качество медат с дом. Что это качество, которое было у людей в доме и о море. Которые города были Богом уничтожены. Значит, еще раз давайте услышим. Шели-шели, шелха-шелха. То есть то, что мое-мое, твое-твое. Теперь, если бы, например, я жил по этому качеству, я бы как подумал. Поучил я Тору. Отлично. Узнал что-то новое, полезное, нужное. Помолился. Зачем не нужно кому-то это сообщать. То, что мое-мое, то, что твое-твое. Значит, смысл мне Наташи Блау сообщать о том, что я узнал. Это качество, которое среднее. Есть, которые говорят, что это качество, оно же близко к тому, чтобы делать зло. Почему? Потому что Бог специально так создал мир, что делать добро другому, это как раз и есть заповедь. И это и есть то качество, которое приближает человека к Богу. То есть это качество Бога, помогать Он всем дает. И когда ты отсекаешь себя от этого качества, и говоришь, секундочку. То, что мое-мое, я готов только получать, я готов только брать. Давать я не готов. С одной стороны, вроде бы, ты не делаешь преступления. Ты не выполняешь одну из повелевающих заповедей делать добро другим людям. Но, как бы, большого такого зла в этом нет. Но это очень близко. Это уже обрыв. То есть ты гуляешь по обрыву, и любой порыв ветра, он тебя начинает сбивать. У тебя нет и поддержки нет. То есть если ты не делаешь людям добро, если ты в этот мир ничего не добавляешь и ничего не приносишь хорошего, то все, значит, это близко к качеству с дома. С дом был перевернут и уничтожен со всеми жителями. Теперь интересно как раз вопрос семьи, вопрос отношений. Анна Яманова, шалом тоже. В отношениях самое главное научиться давать. То есть не быть в отношениях вот с этим принципом забрать. А именно отношения это всегда давать. Но в жизни еще раз нужно держать вот этот вот очень четкий баланс между ты берешь и отдаешь. Потому что если ты только берешь, дальше мы узнаем второе качество. Смотрите. Значит, первое качество. Мое, мое, твое, твое. Называется это качество, значит, или среднее, или качество с дома. Второй вариант. Второй вариант это мое, твое и твое, мое. То есть я делюсь с тобой, ты делишься со мной. И это качество называет Мишна. Это Ам-Аарец. Народ земли. Значит, кто такой народ земли? Именно на этом качестве, на взаимном обмене построен весь мир. То есть мир, он двигается только за счет того, что я даю другим людям, другие люди дают мне. И это такой простой путь земли. Так устроено. То есть если человек думает, как бы мне побольше дать другим, и как мне побольше взять у других, то происходит движняк. Движняк, движняк, все время человек берет, дает, берет, дает, все. Те, которые, например, есть люди, которые очень много хотят забрать от мира. Ну, например, у них большие мечты, планы, цели. Они такие амбициозные люди. Хочу там, я вот разговаривал вчера с одной, ну, с одной там по бизнесу, у меня есть в одном проекте партнер. И она такая, я хочу там весь мир захватить, все. Я, ну, а я не понимаю, зачем. Она говорит, потому что вот у меня такая мечта. Я, ну, думаю, ну, ладно, вот странно, есть разные люди. У кого-то мечта такая, а у кого-то мечта может быть совсем маленькая. Но чем больше у человека мечта, тем больше он хочет взять от мира. Но если он хочет взять от мира, так он должен дать миру. И он должен дать миру как минимум столько же, чтобы был вот этот равноценный обмен. Теперь дальше, следующий момент. Следующий момент это, это так живет обычный мир, амар. Теперь следующий момент, третье качество у людей. Мое, твое и твое, твое. И как называют Тора такого человека? Хасид. Он делает больше, чем требует закон. Есть, мы учили у царя Соломона Мишли, там есть такая, такая фраза, что Сане матанод ихье. Тот, кто ненавидит подарки, будет жить. То есть есть люди, которые, они ничего не хотят брать для себя. Это можно по-разному это называть. Они убрали свой эгоизм, они убрали свое эго. Они хотят только давать миру, они хотят давать людям, они хотят делать добро. Это люди редкие. Это качество, называется хасид, делает больше, чем требует закон. И что такой человек получает? Интересно, что такой человек получает состояние полнейшего счастья. Как это неудивительно? Ведь смотрите, он же все отдает, он все делает для других людей. Почему же тогда он счастлив? А потому что у него нет никаких нереализованных желаний. Он говорит, а мне ничего не надо. Мне ничего не надо. Я ничего не жду ни от людей. Я ненавижу подарки. Я не жду никаких одолжений. Я не жду никакого к себе хорошего отношения. Я даже благодарности не жду. У меня в жизни нет разочарования. У меня есть столько желания давать и служить Всевышнему, который меня наполняет ресурсами для давания в самой лучшей форме, в которой Бог решит. Все. Это называется хасидский подход. То есть, казалось бы, да, с точки зрения обычной земной логики, это странно, это потеря. Человек говорит, все, что мое, твое, а все, что твое, тоже твое. И при этом он счастливее всех. Представляете? Удивительная вещь. Теперь я знал несколько таких людей. Например, Равыцкак Зильбер, Зихроноцедик Левраха, упомянут праведник добру. Он жил для других людей. То есть, он и его дети, они, вся их жизнь, она для того, чтобы сделать людям вокруг них хорошо. У него был единственный вопрос жизни, что Бог от меня хочет. И второй вопрос, так как люди, это проявление Бога, что хотят люди вокруг меня. И он старался, чтобы всем было хорошо вокруг него, выделяя для этого всю свою жизнь, все свое время, все свои усилия. И именно поэтому он уже умер, прошло уже там около 10 лет. И все, кто с ним когда-то сталкивались, они его помнят как самый светлый момент в своей жизни. Они вспоминают, рассказывают, рассказывают детям. И это как раз вот это качество, когда все, что мое, твое, и все, что твое, твое, это то, что заходит людям в память. И это хасид, это высшая форма развития человека. И последнее, четвертое качество, оно такое. Значит, твое, мое и мое, мое. Это злодей, это злодей. Я вспоминаю у нас в детстве, вот откуда, знаете, в детстве каждого человека, ну, он находится в каком-то кругу людей и впитывает какую-то информацию. Вот я почему не знаю, у меня есть поговорка в голове, которую я впитал когда-то в детстве. Она звучит так. Вот мы когда собираемся, например, собирались там в спортинтернат, столовая, например, там, я не знаю, после соревнований или во время. И была такая поговорка спортивная. Давай сидим вначале твое, а потом каждый свое. Это именно, вот Тора называет такого человека злодей. А у нас это было смешно. Понятно, да? То есть, давай сидим вначале твое, а потом каждый свое. Это шутка такая. Была шутка, которая внутри-то она живет, это шутка. Понятно, да, идея? Значит, что это нам дает в нашей обычной жизни? Каждый себе выбирает подход. Именно выбирает подход, да? Логика и воспитание обычной среды, оно говорит, что самый правильный подход – это мое, мое, твое, твое. Значит, от, как бы, отстегнуться от других людей. Это подход, который на первый взгляд, вот именно на взгляд ЕЦРРА, животного инстинктивного начала, он самый, самый такой понятный и правильный, да? То, что мое, мое, твое, твое, между нами стена. Но вот именно между нами стена. В этот момент люди не взаимодействуют друг с другом. У них нет никакого вот этого взаимообмена. Понятно, да? И это близко к тому, чтобы стать преступником, то есть отсечь. Отсечь тоже я вспомнил, вот как живут в мыслях разные, разные истории, рассказы. У меня сейчас всплыл рассказ, который рассказывал в «Оста Бендер» или в «Золотом теленке» или в «Двенадцати стульях». Он рассказывал кому-то, что когда-то в годы войны он ночевал в одной там семье. И он ночью вышел в туалет. Вышел он в туалет ночью, было морозно и холодно. И, значит, защелкнулась дверь, захлопнулась. И он стучал, он говорит, я стучал два часа. А они все прятали дома, прятали, потому что мало ли кто пришел, чтобы никто не заметил. То есть это вот это качество, мое-мое, твое-твое, оно создает стену между людьми. Теперь дальше. Второе. Если человек выбирает такой подход, то у него какие следствия он может ждать? Он может ждать следствия жизни, что он останется один. У него будет что-то маленькое, которое он сумел собрать. Но если он не дает людям никакой пользы, то это маленькое, оно бесплодное. Оно не дает плодов, никаких плодов. И этот подход, он оставит его в одиночестве с минимальным каким-то своими там постижениями и достижениями. И все. Теперь дальше. Второй вариант. Давайте рассмотрим. Это вариант, когда то, что называется народ земли. Амарец. Мое-твое, твое-мое. Давай меняться. Это известная вот эта стратегия Стивена Кови. Вин-вин. Выиграл-выиграл. Что мы в этом случае получаем? В этом случае мы получаем следующее. Вот, например, я провожу урок. Я хочу давать мое-твое, мое время ваше, мои знания ваши, мои усилия ваши. Мое-твое. Твое-мое. То есть я знаю, что я эти знания, я это делаю, потому что мне Бог сказал это делать. И это заповедь. И я выполняю ваикра. Это как воля Бога. То есть я так выполняю заповедь служения Всевышнему. И я надеюсь, я не хасид, я не хасид, я сразу говорю. Я вон сейчас в Одессе, в литовской синагоге. Я надеюсь, что Бог мне вернет здоровьем, успехами, там, какими-то финансовыми возможностями и так далее. Бог мне вернет, как сказать, восстановит баланс, скажем так, да. Мое-твое, твое-мое имеется в виду, я тоже хочу получать. То есть я не отношусь к третьей категории хасидов, которые говорят мое-твое и твое-твое. То есть я не дошел до такого уровня духовного развития, когда сказать, что мне лично ничего не надо. То есть это... Теперь давайте рассмотрим. А если человек доходит до этого, и он говорит, мое-твое и твое-твое, и мне ничего не надо. Это есть известная история. Мы учили в Перте, а вот это была первая глава, третья Мишна. Антикнос Ишсоха, он говорил, не будьте как рабы, которые служат Господину для получения награды, а будьте как рабы, которые служат Господину не для получения награды. И пусть будет страх перед небесами на вас. То есть рассматривался такой вариант, чтобы быть, как служить Богу, вообще без награды. Ну, естественно, и людям. Это хасидский подход. И рассказывают, есть такая история, которая это больше всего иллюстрирует, что был такой Бааль Шемтов. И Бааль Шемтов, он на Песах с дочкой хотел поехать в Израиль, в землю Израиля. И ехали тогда кораблем через Истамбул. Он остановился в Турции, город Константинополь он тогда назывался, в одной еврейской семье, в которой не было детей. Была богатая семья, очень богатые, очень религиозные, но у них не было детей. И, значит, Бааль Шемтов у них провел Песах. Он понял из того, что у них не получилось доехать до Израиля, что Бог, очевидно, не хочет, чтобы он туда попал. Как-то он так понял. Он уже решил вернуться обратно в Украину. Но, проведя у них Песах, он говорит, вы знаете, говорит, у меня благословение мое, оно очень имеет большую силу. И говорит, на что вас благословить? На что вам дать благословение, что вам не хватает? Они говорят, вы знаете, у нас все есть. У нас все есть. Бог нас благословил всем, а то, чем он нас не благословил, так это и невозможно. У нас нет детей, мы уже пожилая пара. Бааль Шемтов говорит, давайте я вас благословлю на детей. Настраивается, закрывает глаза, входит в состояние такой вот близости к Всевышнему. Как-то он внутри медитирует, там, входит в это состояние. И потом дает им благословение, чтобы у вас родился ребенок. Дает благословение им. И после этого начинает танцевать радостно и с воодушевлением начинает танцевать. Они ему говорят, что случилось с вами, почему вы танцуете. Он говорит, я очень рад, я зашел там в высшие миры и увидел, что у вас не должно быть детей. Но я воспользовался всеми своими заслугами, которые я накопил за жизнь. И я всеми своими заслугами повлиял на мироздание. И, значит, есть такое выражение, что цадик сказал, Бог выполнил. И я, говорит, прямо сказал, и Бог сделал так, что у вас будут дети, у вас будет ребенок. Говорит, но за то, что я так сделал, я лишился своей доли в грядущем мире. То есть все мои заслуги за всю мою жизнь, они исчезли, стерлись. И у меня не будет теперь грядущего мира. Улам-Абаба у меня не будет. Они ему говорят, а что же вы танцуете-то? Что же вы радуетесь? Он говорит, я теперь смогу выполнить то, что сказал Антикна Сишсоха. Что я смогу теперь служить Богу не за награду. Без награды я смогу служить Богу. И это меня дико радует, что я теперь... У меня не будет этой мысли, что я что-то получаю. Я хочу только отдавать и только служить Всевышнему людям и так далее. И он начал дальше танцевать, 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 все больше радуясь. И тут в этот момент он останавливается. Они говорят, что случилось опять? Он говорит, вы знаете, за то, что я так радовался, мне вернули награду. То есть это такая была еще большая заслуга, которая опять все перевернула в другую сторону. То есть вот это вот... Из этой истории видна вот эта суть. Когда ты делаешь, не ожидая награды, ты становишься хасид. Твой уровень растет и растет и растет. А когда у тебя вырос вот этот твой уровень, когда близости к Богу, то награда твоя все равно тоже растет. Но вот как удержать эту грань, непонятно. Поэтому главное не быть четвертой категорией злодей, который говорит, что твое-мое и мое-мое, который все тянет в одну сторону, только на себя. И значит, что... И дальше каждый выбирает между быть народом земли, который вин-вин, живет вин-вин, выиграл-выиграл, или же выбрать для себя быть хасидом, который только дает, только дает, только дает. Но в голове он должен знать, что Бог дает награду тем, кто выполняет его заповеди. Все. Вот такой вывод. Я желаю вам огромного счастья, успехов, здоровья, чтобы были у вас благословения во всех хороших делах, чтобы радость Суккота помогла выполнить все духовные намерения, которые вы совершили в Роша-Шана, и чтобы та отшува, то раскаяние, которое было у вас в Йом-Типур, чтобы оно закрепилось. И с помощью радости, радости в Суккот сейчас, чтобы мы прямо привели Машеха. Вот Татьяна спрашивает, зачем нужен приход Машеха, чтобы пришел, чтобы показать, что мир исправлен, чтобы мы все стали близкие к Богу. Все. Ждем Машеха, молимся и шаббат шалом. Всем шаббат шалом. Напишите, пожалуйста, свои выводы, поделитесь своими выводами с другими людьми, и сделайте сегодня максимум добрых дел, максимум добрых дел, вот просто не ожидая награды. Если вы ожидаете от второй стороны награду, то будут разочарования. Люди не все адекватно себя ведут, поэтому самый лучший способ делать добрые дела – не ожидать награды. Все. Но знайте, что у Всевышнего все записано. Всем пока. Удачи, успехов. Шаббат шалом.